Всем привет! Сегодня у меня обзор на лазерный ЧПУ-станок ACMAR P2 с модулем на 33 Вт. Лазер поставляется в большой картонной коробке и самое удивительное то, что он уже идет в собранном состоянии. То есть сборка у вас займет максимум минут пять. Все, что вам потребуется достать корпус лазера и установить на него лазерный модуль. В комплекте с ЧПУ идет три коробочки. В одной из коробок мы найдем сам модуль на 33 Вт. Для выставления фокусного расстояния производитель предусмотрел вот такой флажок. Это намного удобнее, чем использовать какие-либо проставки и экономит кучу времени. В комплекте идет две дополнительные линзы, плюс третья линза установлена на самом лазере. В этой же коробке лежит различные материалы, чтобы вы могли тут же протестировать этот лазер, не бегать, не искать какие-либо материалы. И вот такая вот замечательная идет табличка, то есть тут мы можем ориентироваться на мощность, скорость лазера. Такая сводная таблица минимальная. Вот, ну а в третьей коробке мы найдем блок питания 24 Вольта 6 Ампер, плюс кабель подключения USB, также идет карт-ридер с карты памяти и переходник для вращающихся роликов, оснастки, не знаю, как они правильно называются. В комплекте идет помпа производитель 25 литров в минуту и вот такие вот небольшой набор отверточек. А еще в комплекте идет вот такой вот модный футляр с очками. Как я уже говорил, сборка занимает всего пару минут, для этого берем корпус ЧПУ, устанавливаем наш лазерный модуль, выставляем флажок, фиксируем барашек и все, фокусное расстояние у нас выставлено, лазерный модуль зафиксирован, мы готовы к работе. А, да, еще надо установить трубку от воздушного насоса и подключить питание. На всех осях установлены линейные рельсовые направляющие, это очень хорошо скажется на точности и долговечности работы станка. Также есть возможность подтяжки ремней для каждой из осей. Ремень был немного перетянут, поэтому я его чуть-чуть ослабил, чтобы лазерный модуль под своим весом опускался по направляющим без каких-либо рывков и закусываний. В одном из прошлых роликов для обслуживания рельсовых направляющих мне посоветовали использовать флоновую смазку. Собственно, я это и сделал. Купил смазку и обильно смазал все направляющие. Я пользуюсь программой Lightburn, подключил станок к компьютеру, он без проблем его опознал и помог мне создать рабочий профиль для этого ЧПУ. Также советую зайти в настройки оборудования и проверить, какие скорости у вас выставлены на осях X и Y. По умолчанию при установке лазера у меня стояло 10 000 мм в минуту. Получается, как бы я не выставлял максимальную скорость 30 000 мм в минуту, лазер развивал только вот до 10 000. То есть, это очень медленно. Я поменял параметры с 10 000 на 30 поставил скорость перемещения и скорость ускорения с 1000 на 3000. И вот после этих изменений лазер уже смог раскрыть весь свой потенциал. Если гравировать без включенного компрессора, то сопло достаточно быстро обрастет нагаром и после всех моих длительных тестов и испытаний из 500-дипиальных изображений мое сопло выглядит примерно вот так. Не очень приятное зрительще, но сейчас мы его почистим. Чистится он достаточно легко. Откручиваем трубку для подачи воздуха и выкручиваем один винтик, который фиксирует сопло. Для чистки линзы использую ватную палочку плюс спирт. Протираем достаточно часто, чтобы не оставалось никаких разводов. Но сопло чистим просто под проточной водой, можно какой-нибудь щеточкой поскрести. Мне не понравилось, чтобы в комплекте не было никаких аксессуаров для чистки. Вот, к примеру, от лазера ScalpFan не остались вот такие вот ёршики. Ими очень удобно чистить. Почему они тут в комплект не положили, я не знаю. Для сравнения я взял свой модуль от ScalpFan на 22 ватта. Они очень похожи. Я даже подумал, что они могут быть взаимозаменяемые, так как у них одинаковый блок подключения. Вот, и я думал, может я его как-нибудь смогу приспособить эти 33 ватта, чтобы использовать на своем большом поле 60 на 60 сантиметров. Но, к сожалению, мне ничего не получилось. Лазер только запускает кулер, вот, но сама программа его не распознает. Так что не получится. Для сравнения я взял взвесил при практически одинаковых габаритах. Акмер весит 580 грамм, а ScalpFan, при том, что он меньше по мощности, 720, наверное, у неё теплообмен будет гораздо лучше. Комплектный насос работает очень тихо, при этом даже вибрацию не передаёт на стол. Я первое время даже подумал, что он не рабочий. Решил его проверить, я налил воды. Получается, это сейчас работает кулер и сейчас запустится компрессор. Поток воздуха идёт, но при этом вообще шума никакого. Кулер от лазерного модуля перекрывает работу компрессора вообще полностью. Так, сейчас расскажу о минусах, с которыми я столкнулся. Самый большой минус у меня был вот в этом питающем кабеле. Изначально из коробки вот эти два провода, точнее, провод и трубка, они были зафиксированы на стяжку вот здесь вот, в центре. И получается, когда лазер уходил, у меня в нулевое положение, вот сюда. Видите, как вот оно сильно в натяжении в таком получается. Вот. И я печатал на балконе, печатал изображение, было открыто окно на улице, естественно, минус. Вот. И в какой-то момент у меня просто перестал печатать лазер. Я думаю, что такое случилось? Начал смотреть и выяснилось, что у меня перетерся один из проводов. Я его разобрал, перепаял, усилил и отсоединил вот эту стяжку, убрал ее. Теперь у меня натяжения такого нет. Вот. Лазер ездит достаточно свободно. Еще один минус, который раздражает, это то, что кулер не выключается сам. Ну, то есть, вот вы закончили работу, кулер возвращается на базу и при этом продолжает молотить, как бешеный. Кулер очень громкий, вот. И, в принципе, это доставляет неудобства, особенно если вы находитесь в одной комнате. Даже при позиционировании деталей, кулер всегда будет включен. Вот. И, ну, на самом деле, это кажется, что, ой, ну, что тут такого. Но, если вы будете работать на нем постоянно, то, поверьте, это доставляет дискомфорт. Так. Следующий минус, которым я столкнулся, это была вот такая проблемка. Получается, возвращал лазер в положение дом, запускал печать, и он печатал со смещением по оси X. Вот. То есть, несколько рисунков, четыре или пять крестиков я напечатал, у него было смещение. Вот. То есть, если вы нарисовали какой-либо рисунок, думаете, блин, что он как-то блекло получился, хочу-ка я его еще раз запустить. Вот. У вас может быть такая ситуация, что лазер сместится там на пару миллиметров и просто будет как двойной рисунок. Вот. Я связывался с продавцом, уточнял, в чем может быть проблема. Они мне посоветовали проверить оси Y. Я выгнал, получается, вот эту ось в самый конец, и у меня был перекос. Там на один зуб ремень соскочил. То есть, я ослабил ремень, перепотянул его, и сейчас, вроде-ка, все хорошо. Проблема пока не повторялась. Еще заметил такое особенное, что если использовать лазер без воздушного насоса, то получается какой-то эффект обратной тяги, и дым тянет через вот этот шланг. Собственно, дым тогда и попадает в камеру к линзе, и там оседает на ней нагар. Поэтому лучше использовать, конечно, с насосом. Ну, а сейчас давайте посмотрим, что мне удалось сделать при помощи этого лазера. Начну с самого большого, чтобы оно мне тут не мешалось. Сделал вот такое декоративное панно в виде листочков. Использовал четырехмиллиметровую фанеру, и подставочку сделал из дубовой дощечки. Вот. Очень интересно смотрится в интерьере. То есть, ну, можно вырезать абсолютно любые рисунки, какие вам придутся по душе. И делать вот такие декоративные панно. Следующее, что хочу вам показать, это у меня две вот такие плитки. Это я использовал обычную белую керамическую плитку нашего белорусского производства. Нанес черную краску, потом лазером выбрал рисунок, белая плиточка осталась. Сделал декоративные вот такие золотые рамочки. И вот, видите, с обратной стороны это обычная плитка. Но я не ожидал, что результат будет настолько интересный. И все мои друзья, кому я не показывал, они такие, о, ничего себе! То есть, ну, вот, обычная плитка. Краска с баллончика. Золотая поталь. Автомобильным лаком покрыл, чтобы он вот такой вот глянец приобрела. Вот такая новогодняя картиночка, опять же, все это из плитки. Смотрится очень интересно. Вот, посмотрите варианты, как оно смотрится в интерьере. Следующими у меня были подставки из каменного сланца. Нанес на них гербы факультетов Хогвартса. Вот, будет отличный подарок любителям Гарри Поттера. Так, следующая на очереди у нас стальная пластина от струбцины. На матовой поверхности рисунок нанес идеально. Вот, и затем я ее зашлифовал. Ну, хотелось более такого зеркальной какой-то поверхности, чтобы усложнить, скажем так, условия для лазера. Эта надпись была сделана без дополнительного краски. То есть, ну, просто по поверхности запустил лазер. А здесь я зарисовал площадь черным маркером и запустил потом лазер. Ну, вот, под разными углами оно как-то так по-разному смотрится, но все равно. Я не знаю, может, камера не очень передает. По-моему, вот эта вот надпись более четко получилась. Более такой контрастный рисунок. Следующей на очереди была бутылка. На нее нанес вот такой вот герб со львами. В центре должен был быть еще мопс, но там рисунок, наверное, оказался слишком маленький. Длинные и тонкие были очень. Вот, и лазер не смог четко выгравировать этого мопса. Получились только очки. Вот, но, в принципе, в принципе, получилось достаточно неплохо. Покрывал ее черной меловой краской. Вот, и за один проход она сделала вот такой вот рисунок. И такая же ситуация у нас с акрилом. При помощи дополнительного слоя черной краски рисунок у нас перенесся. Вот, но прорезать он его не смог. Я тут ставил максимальную мощность, пустил ее по контуру. Вот, она ее сильно оплавила, но прорезать не смогла. Тут у нас всего лишь, наверное, миллиметр, может быть, два толщиной акрил. Вот, и прорезать он его не смог. На моей памяти еще ни один диодный лазер не смог прорезать прозрачный акрил. На заднюю стенку станка нанес вот такую предупреждающую надпись, потому что можно поймать какое-либо переотражение. Лазер очень мощный и может быть опасным для ваших глаз, поэтому работайте исключительно в защитных очках. Что касаемо гравировки. Сейчас любой лазер сможет вам сделать качественную гравировку. Главное правильно подобрать скорость, мощность и количество строк найдем. Вот, с черно-белым изображением вообще никаких проблем не возникает. Намного более интересно было мне протестировать этот лазер с вот такими вот сложными изображениями. Где тут есть полутона, блики, волосы. Можете посмотреть, да? Использовал различные настройки. Я пользуюсь программой Lightburn. У нее есть возможность выставить режим изображения. Вот, и от режима изображения очень сильно меняется качество печати. Вот это вот я использовал, по-моему, Grey Tone. То есть тут была возможность выставить как минимальную, так и максимальную мощность. Вот, и вот такой вот снеговичок у меня получился. Для сравнения вот я использовал совершенно другой. Тут, честно, не помню уже какой режим. Но вот обратите, насколько тут тени, да, прорисованы. И здесь. Вот, этот снеговик вообще клёвый получился. Вот. Дальше баловался с вот таким вот тигром. Обратите внимание на усы. Как лазер их выжег. Ну, такое прям рельефное изображение получилось. Крутой тигр получился. Под различными углами он так бликует по-разному. Вот. Еще многое зависит от самого материала. Так, где мои девочки? От самого материала. К примеру, вот это вот у меня 4-х миллиметровая фанера. Класс 3-й либо 4-й. Ну, он такая, паршивенькая. Вот. А эту фанеру я заказывал на Wildberries. Она специально для гравировки там и выжигания. Вот. И она, да, она лучше по качеству. Но и изображение на нее, я не знаю, возможно, это из-за шлифовки как-то влияет. Потому что посмотрите, насколько контрастное тут изображение. Здесь оно такое полуразмытое, я бы сказал. Ну, как-то не знаю. Может, надо было мощность больше ставить. Хотя, видите, я ставил минимально 20, максимально 92. 18000. Вот. Надо, надо, короче, пробовать. Перед тем, как вы будете что-либо делать, не поскупитесь и сделайте пробную гравировку. Вот. И здесь вот я уже менял конкретно режим печати в Lightburn. Вот, обратите внимание на эти блики, да. Как вот они тут сделались. И здесь лазер вообще его не смог передать. Вот. Если мы приблизим, то оно у нас будет видно, как газетный, наверное, рисунок, да, в точечку такую. Вот. И те же самые. Тигр, снеговичок, девочки. Что касаемо максимальной скорости печати, то ЧПУ способен печатать изображение на скорости 30 000 мм в минуту. Но при этом желательно выставлять максимальную мощность для изображения. Получается четким и контрастным. Ну что, друзья, буду заканчивать свой обзор. На мой взгляд, это один из лучших лазеров, которые я тестировал. Пока что у меня их было всего 4. Возможно, будет еще лучше. Вот. А ссылку на сайт продавца я оставлю в описании под видео. Сейчас у них большие новогодние скидки. Вот. И за ту цену, которая сейчас продается, это просто супер аппарат. Вот. Вас благодарю за просмотр. Надеюсь, увидимся в новых роликах. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok